Приветствую! В этом видео наши фигуристы благополучно добрались до Пекина. Правда, Женя Медведева чуть не осталась голодной. Первые видео и кадры из столицы 24-х Олимпийских игр. Поехали! Со дня на день стартует Олимпиада 2022. На самом деле соревнования начнутся уже завтра. Да, 2 и 3 февраля пройдут квалификации в керлинге, хоккее и могуле. Первые медали будут разыграны уже 5 февраля. Также до официального открытия игр начнутся соревнования и в фигурном катании. 4 числа рано утром по Москве на лед выйдут наши мужчины для участия в командных соревнованиях. Обязательно будем смотреть и болеть. Перед этим ждем официального объявления о составе сборной России на командник. Наши фигуристы уже прилетели в Пекин. В соответствующем видео поделилась серебряный призер чемпионата России Диана Дэвис. На кадрах из аэропорта мы видим и Александру Трусову и Анну Щербакову. Девушки в бодром расположении духа, радостные, довольные, видимо, тоже пилят свежий контент для социальных сетей. Главное – это настрой. Уже завтра фигуристы выйдут на лед и проведут свои первые тренировки. А пока спортсмены располагаются и осматриваются в Олимпийской деревне. Наши лыжники прилетели на пару дней раньше и уже обжились и также радуют поклонников фото-видео прямо с полей. В частности, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Артем Мальцев показали совместное видео из Олимпийской столовой. Наши репортеры и комментаторы Алина Загейтова и Евгения Медведева также прилетели в Пекин. Алина уже успела отснять видео непосредственно с Олимпийского стадиона. А вот с Женей случился конфуз. Не секрет, что эта Олимпиада, как и в Японии, летние игры проходит с использованием робототехники. В частности, еду в номера доставляет искусственный интеллект. Правда, интерфейс машины на китайском? Сразу не разобраться. Евгения Медведева чуть не осталась голодной. Пока она пыталась понять, как ей произвести оплату за обед, машина посчитала, что груз передан, захлопнула дверцы и уехала. Через некоторое время, правда, вернулась. Здесь непредусмотрительными оказались сами организаторы. Можно ведь было сделать по умолчанию меню команд не только на китайском, но еще и на английском языке. Пока все отлично, все радостные и счастливые. До момента сдачи ПЦР-тестов. Всем атлетам отрицательных результатов тестирования на ковид, удачи и здоровья!